Один из крупнейших в России фестивалей уличных танцев прошел в Иванове. Участники разного возраста представляли командное шоу «Личные навыки фристайла». Первоначально Макси Вэн задумывался как конкурс, и даже в этом году все танцоры могли посоревноваться за приличные денежные призы. Такие конкурсы, соревнования, чемпионаты проводятся в первую очередь для обмена опытом. Конечно же, танцоры еще в номинации «Профи» борются за ценные призы, а это денежные призы. В этом году призовой фонд составил 150 тысяч рублей. Это очень серьезный, скажем так, выигрыш. Но далеко не только из-за этого приезжают танцоры, конечно же, чтобы встретиться, встретиться городами, показать себя, показать, чему они научились за прошедший год. С незапамятных времен танец для человека был как второй язык. С его помощью заключали мир и объявляли войну, знакомились и почитали бред. И в современной жизни многие люди предпочитают находить новых друзей на дискотеках и ночных клубах. Танец всегда сопровождает человека. Через него мы можем узнать что-то о себе и окружающих нас людям. Уличные танцы, да, это определенная культура, это, скажем так, определенная именно танцевальная культура. Танцоров отличает, скажем так, и стиль жизни, и манера одеваться, манера определенным образом вести себя в обществе. Вот, если мы говорим, как бы, о уличной культуре, то, например, есть хип-хоп-культура, которая, скажем так, стоит немножечко отдельно, вот, от уличных танцев. Но, тем не менее, да, скажем так, нотки уличной, именно вот хип-хоп-культуры в танцорах, конечно же, присутствуют. Общее, что объединяло танцоров, это даже не приверженность к какому-то стилю. Соревнования проходили в разных номинациях. А любовь к движению. Музыка не прекращалась ни на минуту. Для оценки танцевальных умений существуют достаточно четкие рамки. Исполнение шоу, его хореографическое, музыкальное, зрелищное части. И мастерство, которое в подобных конкурсах не всегда залог победы. Для уличных стилей очень важна индивидуальность. Каждый исполнитель привносит что-то свое. Основу в импровизации. Но без технических навыков, тем не менее, не обойтись. Ты можешь показать себя, ты можешь танцовать, показать свой характер, свое настроение. Это вообще очень классно, когда ты танцуешь. Не знаю, заряд огромных эмоций. На самом деле мы занимались в первый год, это первое соревнование для нас. Но танцы стали для нас нечто большим уже. Мы каждый раз ходим на тренировки и радуемся этому. Я занимаюсь уже очень долго танцами, но я занималась другим стилем. Это для меня в новинку, но танец для меня это как раз и есть жизнь. Танец – это жизнь. И движение. В том направлении, которым мы занимаемся, мы просто можем выплеснуть все, что накопилось сзади, и не просто отдохнуть на самом деле на эти тренировки по этому стилю. Яркое мероприятие оставило самые лучшие эмоции, как у участников, так и у всех, кто пришел поболеть за своей командой или просто полюбоваться зажигательным искусством уличных танцев. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иванов. Редактор субтитров А.Семкин